Воевая юность советской авиации. Эти материалы взяты из архива военного изобретателя Владимира Вахместова. Летающий аэродром. Тогда эта идея оказалась на редкость дерзкой. Вот экипаж испытатель. Второй слева инженер Вахместов. Один из летчиков, молодой еще Валерий Чкалов. Это была в полном смысле нелегкая работа. Изобретатель предложил установить на крыле тяжелого бомбардировщика самолеты-истребители. Тем самым резко увеличивался радиус их действия. Первый старт в небе состоялся 3 декабря 1931 года. Товарищу Алксинсу. Это крупнейшее изобретение. Надо сделать расчет на полет ТБ-1 и ТБ-3 радиусом 800-1200 километров. С тем, чтобы учесть общую эффективность звена. Надо примировать изобретателя. Тухачевский. Правоту замечательного советского военачальника подтвердил опыт Великой Отечественной войны. Вот интересный эпизод. Далеко за линией фронта истребители, доставленные авиаматкой, неожиданно сбросили бомбы на Черноводский мост, бывший важным объектом фашистских коммуникаций. Летающий аэродром явился прообразом современной мощной ракетной авиации. Страница одного архива напоминает о ее первых шагах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова